Уважаемый Иван Иванович, уважаемый Илья Генрихович, уважаемые коллеги, я хочу сразу сказать, что поддерживаю предыдущих обоих выступающих, первую очередь, конечно, товарища Бакаломийца, потому что он конкретно и понятно сказал то, что считает нужным. Я хочу остановиться на тех вещах, которые мы должны сейчас, я надеюсь, что за февраль месяц, опять же, времени мало, изменить точки незаконательства, для того, чтобы в Крыму немножко лучше происходила жизнь. Значит, первое, мы должны срочно заняться вопросом по отмене на 15-й год сбора пошлин, сбора всех с регистрацией, подключения паспортов, потому что люди не виноваты, потому что мы это не сделали, до них заранее не подумали, и сегодня там по этому поводу пошли конфликты, недовольство населения. Значит, второе, нам необходимо изменить законательство по гарантии судейскому сообществу, третье, нам необходимо изменить законательство по гражданской службе, четвертое, нам необходимо уточнить понятие по вину и крепленному, потому что Крым без этого жить не может, а в нашем законе мы это не уточнили еще. Дальше, нам необходимо поставить точку распределения акцизов, потому что спор идет, и крымчане хотят одно, это другое, это необходимо все-таки остановиться и поставить точку, чтобы все понимали, как это будет, и не идти дальше. Следующий вопрос касаемых налогов. Мы забыли поменять в правильную сторону налог на прибыль для неучастников свободной экономической зоны. Напомню, что президентская федерация Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил о том, что ухудшение ситуации с налогообложением для крымчан не будет по сравнению с тем, что было на Украине, но сегодня у нас получилось по налогу на прибыль ситуация хуже, чем она была на налогу на прибыль для Украины. У нас минимальная ставка сегодня региональной и составляющей федеральной получается 15,5%, а на территории Украинской Федерации, на Украинской Республике, это была ставка для крымчан 14%, поэтому мы должны это обязательно в ситуацию выровнять, чтобы сохранить обещания, подтвердить, которые были выданы. Значит, соответственно, необходимо министерство прошу жесточайшим образом пообщаться с Министерством природопользования, которое сорвало все сроки предоставления законопроекта Государственной Думы, правительства Государственной Думы по недропользованию изменений для Крыма. Сегодня у нас все вопросы стоят, и с отходами мы ничего не можем делать, там, ни с добычей, ни с добычей, ни с добычей, ни с добычей, ни с водоснабжением, нарушаем все мысленные нормы, потому что закон не действует, его изменений нет. А Минприрода в очередной раз нам обещала в ноябре, в декабре, январь кончился, мы опять ничего не имеем. Так, значит, по культурному наследию сегодня было много вопросов, абсолютно правильные вопросы. Нам необходимо тоже в феврале провести изменения законопроекта культурному наследию для сохранения тех ценностей культурных, которые стоит в публике Крыма. Это касается не только, естественно, домов-музеев, по всем знаменитым, которые мы все знаем, но есть те, которых мы мало знаем, начиная от музея Елена Семенова, который почему-то тоже существует, начатные пожертвования сегодняшний день, парково-охранные территории, все, которые у нас там есть, которых мы забываем, потому что на территории Самоториев, того там Дюльбера, там, некоторых других, такие парки, которые высажены более ста лет назад, и это на самом деле искусство, это надо беречь. Так, следующий момент, который мы обязаны сделать, значит, предоставить правительству Крыма право своими нормативными актами регулировать отношения, жилищные отношения, потому что сегодня много неразберихи, они сами не могут, через федерацию долг и проблематично. Регулировать все позиции по ситуации с фондом защиты вкладчиков, очень много жалоб на сегодняшний день идет с страны населения, поэтому мы должны в феврале месяце обязательно этот вопрос решить. Регистрацию транспортных средств на обладенный вопрос тоже обязаны в феврале месяце решить. Это не все, но, по-моему, то, что основное, то, что мы считаем, что необходимо сделать, как на творчестве, нами с вами, совместно с министерствами и всеми профильными ведомствами. Дальше. Из того, что мы уже законы приняли, и на что нужно просто министерству усилить внимание и помочь крымчанам. Значит, соответственно, это получение гражданства, в первую очередь, потому как тоже много конфликтов, у нас большое количество людей не получило до сих пор гражданства, не имеет. Значит, контроль за всеми социальными выплатами наладить и ужесточить, потому что у нас сегодня есть проблемы и в соцстрахе, и в пенсионном фонде, и по инвалидам. Огромное количество проблем, и люди стоят в очередях с инвалидными колясками, нерешенная ситуация, поэтому это необходимо очень срочно контролировать всем, и, в первую очередь, Минкрым, он должен терроризировать остальные профильные министерства и ведомства, занимать социальные защиты, чтобы не было у нас этих проблем там. Популяризировать, конечно, малый бизнес, потому что то, что должно спасать Крым... Минуту добавьте. Спасибо большое. Все возможными средствами, в интернете, выпускать брошюры, методички, показывать молодежи, какие возможности для развития бизнеса. Деньги в бюджете есть, у нас, кстати, малый бизнес, деньги большие, как обычно, они у нас не датятся, поэтому давайте хотя бы в Крыму попытаемся это сделать. Следующий момент, значит, перегистрация. По перегистрации проблем много, но она идет и движется, и как-то разбираемся, но у нас проблема, которая не идет, она не движется, никто никак не подойти, поэтому надо по правительству разобраться, это перегистрация фермерских хозяйств на территории Крыма, потому что, в отличие от наших законов, там сложная история, там и юрлица, и физлица, все перемешка, у нас это запрещено, мы сделать это ничего не можем без того, чтобы какой-то внести ясность, а ясности нет ни для кого на сегодняшний день. По ВУЗам, вчера был разговор наш, по этому поводу предлагается от нас, мы предлагаем, чтобы те студенты, которые поступают в вышедшие на задение Турческой Федерации, из Крыма, для которых мы тропинку протоптали, дали льготу, чтобы обязательно в порядке подписывали контракт за бюджетное обучение, что возвращает... Глеб Яковлевич. Спасибо, Глеб Яковлевич. Михаил Васильевич.